Доброе утро, дорогая церковь! Я приветствую вас в Доме Господнем. Перед началом нашего служения прочитаем текст из книги «Псалтырь», Псалом 148, с 1 по 13 стих. Псалом 148, с 1 по 13 стих. Псалмопевец пишет. Псалмопевец пишет. «Старцы и отроки дохвалят имя Господа и имя Его единого превознесено. Слава Его на земле и на небесах». «Скажите, кого упустил Псалмопевец? Никого». Он не упустил никого. Все существующее создано с одной целью – приносить славу Творцу. «Псалмопевец». 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 «Имеет печать Создателя». А во Христе Иисусе наша печать какая? Есть у нас печать или нет, братья и сестры? Какая? «Псалмопевец». То есть, оттиск своего рода, на котором подпись чья-то. Кого подпись? Господа нашего Иисуса Христа, который пообещал послать Тешителя и послал. И сегодня мы пришли в Дом Господен, и я надеюсь поклониться Господу Богу. Присоединиться к вот этому сонному хвалы, который несется от деревьев, от солнца, от звезд, от неба, от того, что все нас окружает. И мы сегодня в Доме Господнем, чтобы прославить Его, ибо Он достоин нашей хвалы. Помолимся. Всевышний Господь Бог, хвала Тебе. За новый день, за день воскресный. За то, что сегодня мы можем присоединиться абсолютно добровольно к вот этому сонному хвалы, которая сегодня поет и величает и прославляет Твое Святое Имя. То, что мы можем присоединиться ко всему, что создала рука Твоя. Все абсолютно от маленькой былинки до росинки, все это сжимеет жизнь себе, потому что Ты, Творец, даешь жизнь всему и нам в том числе. И сегодня мы живы не потому, что мы это заслужили, а потому что Ты повелелся Ему быть и так есть. И мы сегодня дышим, потому что Ты однажды вдохнул дыхание жизни в каждого из нас, и мы пришли в этот мир не без Твоего воли и не без Твоего участия. Мы благодарим сегодня то, что мы можем быть вместе, то, что сегодня мы можем вместе склонять наши головы, души, сердца, мы сегодня можем вместе молиться, мы сегодня можем вместе петь, мы сегодня вместе можем слушать Слово Господне и изменять свою собственную жизнь. Мы сегодня можем участвовать вместе в Вечере Господне, которую также Ты установил для Своей славы. Хвала Тебе и Аллилуйя за привилегию быть Твоими детьми, за привилегию, которую Ты даешь своим детям участвовать в Вечере Господне и за то, что сие мы творим в Твое воспоминание, доколе Ты придешь. И за это мы благодарны Тебе, за то, что Ты обязательно придешь и обязательно исполнится все до Иоты, написанное в Слове Твоем. Хвала Тебе за это. Аллилуйя. Асана Вышний. Аминь. О, Бога, нас спасем Тобой, я исключи Тебе. О, Бога, нас спасем Тебе. О, Бога, нас спасем Тебе. Прошел немалая скорбей, Нес годы черных дней, Но ты всегда была со мной, Ведешь меня на бой. Слава Господне верю я, Моя сногреба в силе, Он вверх и решит, Он часть моя Во всех путях моих. Пройдут десятки тысяч лет, Забудем смертим день, О Богу так же будем петь, Как с нами первый день. О Богу так же будем петь, Как с нами первый день. ПЕСНЯ У Христа хочу стоять, Созерцать дружою, Как с голдов и благодать, Мир течет реваю. У Христа, у Христа, Честь своя и слава, Там спасения полнота, На блаженство право. У Христа, у Христа, у Христа, Честь моя и слава, Нам спасения полнота, На блаженство право. У Христа, у Христа, у Христа, Честь моя и слава, Там спасения полнота, На блаженство право. У Христа я буду ждать, С верой и надеждой, У Христа, у Христа, Честь моя и слава, Там спасения полнота, На блаженство право. Приветствую вас, возлюбленная Господом, Церковь Божия, Мир вам. Сегодня перед нами видимые знаки. Сегодня мы будем рассуждать о смерти и воскресении Господа Иисуса Христа. Тема или место, над которым мы будем рассуждать, находится в 1 Коринфянам 15 глава. Вы знаете, что как есть великая глава любви, где Павел говорит и посвящает этому целую главу о любви, есть великая глава воскресения, где апостол Павел говорит о воскресении, как воскресении Христа, так и воскресении нашим. Очень интересное место, поэтому вместе с вами я хотел бы пройтись вместе вот в этой проповеди Павла для церкви в Коринфе. Фактически это его увещевание, это его проповедь для коринфянской церкви. Здесь есть несколько нюансов, которые надо будет понять для того, чтобы осознать, что же здесь, о чем же здесь говорится, потому что их контекст того города, где они живут, что происходит вокруг них, рождает те вопросы, которые в этом послании 1 Коринфянам 15 глава Павел напомнит для них. Итак, я вместе с вами пройдусь по проповеди Павла. И сегодня фактически пусть и Слово Божие проповедует для нас Павел. Мы же только применим некоторые комментарии. Итак, 1 Коринфянам 15 глава, я хотел бы, чтобы вы вместе следили, и мы начнем с 1 стиха. Итак, с самого начала Павел хочет напомнить самый главный фундамент нашей христианской веры. Фундамент заключается в том, и Павел здесь начинает с этого, говорит, «Я напоминаю вам, братья». Напоминание нам необходимо, потому что нам, как людям, свойственно забывать. Нам свойственно забывать, когда мы прошли через какую-то аварию, и Бог нам спас и сохранил нам жизнь. Когда-то было такое, что наши дети тонули, и Господь позволил им выйти невредимыми. И спустя некоторое время мы свойственно нам забывать. Нам свойственно забывать, когда мы молили в этом падающем самолете и давали Богу какие-то обеды, но проходит время, и мы уже не боимся. Круизные лайнеры и так далее. Нам свойственно забывать. Это наша человеческая природа. И даже в Евангелии Бог говорит нам. Апостол Павел напоминает нам через Духа Святого. Нам нужно это напоминание, потому что нам свойственно списывать Божию благодать. Нам свойственно забывать Его благословение. И поэтому каждый раз перед нами есть напоминание. Каждый раз, когда мы приходим как Церковь Божия, мы укрепляемся, заряжая друг друга тем духовным опытом, теми духовными силами, тем новым словом, которое Господь открывает для нас каждый день. Поэтому нам нужно держаться вот этого верного учения. Нам нужно пребывать в общении друг с другом для того, чтобы мы могли напоминать друг другу Евангелие. Итак, я напоминаю вам, братья Евангелия, говорит апостол Павел, которое я благовествовал вам, которое вы приняли и которым вы утвердились. Видите, в Евангелии есть несколько направлений. Им надо делиться. Кто-то когда-то нам засвидетельствовал. Мы не просто с луны свалились, или кто-то нам огрел Библию сзади по голове, и вдруг мы стали верующими. Был человек, и через этого человека Евангелие на нашем понятном языке дошло до наших ушей, было принято, было растворено сердцем и пропустило корни внутри нас. Поэтому здесь есть проповедующий. Я вам проповедовал Евангелие. Есть момент, когда это Евангелие надо принять. И есть момент, когда в этом Евангелии нужно утвердиться. Далее. Здесь написано, что это то Евангелие, которое вы спасаетесь. Все можно было бы поставить в прошедшем времени, но заметьте, здесь написано, что вопрос нашего спасения, он фактически работает по мере того, как мы прорабатываем Евангелие в нашей жизни, пока мы берем эти все принципы евангельские и начинаем их проживать в нашей жизни. То есть используем духовные упражнения для того, чтобы становиться физически, ой, извиняюсь, духовно крепкими, точно так же, как и физическое упражнение. И в этом самом мы совершенствуемся в святых. То есть вот этот наш процесс освящения, это целый процесс. И поэтому здесь написано, вы спасаетесь, как в процессе, вы спасаетесь Евангелие, вы спасаетесь от самих себя, вы спасаетесь от будущих грехов, вы будете в колледжах, вы будете свои семьи строить, у вас будут такие ситуации, где без Евангелия, без его принципов, вы не сможете принять правильное решение. Поэтому Евангелие спасет вас от греховных мыслей, от самого греха, Евангелие поможет вам жить победоносной жизнью и принятию верных решений. Итак, это все Евангелие. Вы им спасаетесь, если преподанно удерживаете так, как благовествовал вам, если только не тщетно уверовали. Оказывается, есть момент, когда нам подается Евангелие, и оно принято нами, но есть моменты, когда кто-то вошел в нашу жизнь и полностью раздвоил нас, дал нам неправильную теологическую базу, где-то выбил из-под нас фундамент того, что, конечно, Иисусу Христу было намного легче жить на этой земле. Он же был Богом. Он пользовался духовной кредитной карточкой небес. Разве мы можем сказать, что Христос понимает нас? Нам тяжело. Кто-то прошел концлагерь, кого-то пытали, кого-то гноили. Христос это не понимает. Он был Богом, кто-то может сказать. Это теологическое невежество. Кто-то доктринально неправильно представил Христа, неправильно представил Евангелие, показав только его, к примеру, божественную природу или показав только его физическую природу. И поэтому здесь Павел будет постепенно в этой проповеди, в 15 главе, открывать для них, для коринфян, то, что очень важно иметь правильный фундамент. Фундамент будет состоять в Евангелии, который он сейчас нам и расскажет. Итак, фундамент Евангелия. Что такое Евангелие? На чем строится наша вера? Где этот фундаментальный, базовый камень, фундамент нашей веры? Итак, следующие стихи, которые говорят. Итак, я первоначально преподал вам, что и сам принял. То есть я вам ничего не учил вас тому, что сам, через что сам не прошел и растворил своей верою. То есть Христос умер за грехи наши, и мало того, это было сделано по Писанию. Ветхозаветнее Писание. Все предрекали, что придет Мессия, придет Иисус, и Он заплатит за наши грехи. Грех животных или временная заместительная жертва животных не могла никогда смыть нашего греха. И поэтому Ветхозаветнее общество все ожидало искупления, ожидало Мессию, ожидало, что придет наконец-то тот, кто сможет наши грехи аннулировать. Итак, первое. Христос умер за грехи наши по Писанию. Второе. Он был погребен и воскрес в третий день по Писанию. Это очень важная часть. И почему очень важно нужно было это прописать коринфянам еще раз? Потому что они говорили, возможно, это была галлюцинация. Возможно, это было не то настоящее тело. Тело может ли воскресать? То есть это были разные ереси, которые впадали то в одну, то в другую сторону. Одни говорили, что тело, оно настолько греховно, что от него нужно отказаться. Оно не нужно в нашей жизни. Нужно жить духовными прообразами. И наша душа потом войдет в присутствие Бога, а не наше тело. То есть и мы даже в своем христианстве взяли эти мысли греческой философии и, можно сказать, усыновили, удочерили их в нашу теологию. Ожидая, что наше тело, это все связано со грехом, но мы, когда будем перед Богом, вот это будет наш дух, наша душа. И там мы будем парить, и там будет нечто вечное и святое, и мы там будем совершенно в другом обличии и так далее. И здесь Павел степенно ставит фундамент за фундамент эти все камешки для того, чтобы еще раз и еще раз напомнить. Первое. Христос полностью человек, полностью умирает заместительной жертвой за нас, но в то же самое время Он воскрешен для нас. Он Бог, который воскрес из мертвых, имеет новое тело и показал это тело для всех, и теперь мы имеем Христа, умершего и воскресшего. Каждый раз, когда мы приходим к этому столу, это стол любви, накрытый для нас, который показывает нам, да, заместительная жертва, кровь Иисуса Христа, тело Его за нас отдано, но у нас живой Спаситель, у нас не мертвый Бог, не мертвого Бога мы похоронили, не принесли Его люди в жертву, и вот Он больше не может сострадать нам. У нас живой Бог, у нас воскресший Господь Иисус Христос, Ему мы молимся, Он отвечает на наши молитвы сегодня, а не только тогда, две тысячи лет тому назад. Поэтому Он все ставит для коринфян по полочкам и говорит, Господь Иисус Христос, это очень важно знать для нашего теологического внутреннего устройства нашей веры, что Христос в теле пострадал, это было настоящее тело, Он был похоронен, и это тело было воскрешено в новое тело для жизни вечной. Итак, для того, чтобы полностью описать, что этот процесс прошел не за закрытыми дверями, что его никто не выдумал, апостол Павел пишет, ибо Он явился Кифе, Петру, первому апостолу, потом двенадцати, он называет их не по именам, а говорит как о группе, вот эти двенадцать апостолов, хотя их там было меньше. Вы знаете, что Иуда на то время уже отошел, как бы Фомы там не было в другой раз, но совокупно вот эта группа апостол, вот эта глыба, можно сказать, новозаветних учеников, они совокупно назывались двенадцатью. Потом, если вы помните, за Иуду был выбран другой ученик. Поэтому вот этот главный такой братский руководящий орган, он назывался двенадцатью. Поэтому здесь написано, он явился Кифе, Петру, значит, он явился двенадцати. То есть, знаете, вот как, если кто-то из вас приехал из Средней Азии, к примеру, или кто-то из Кавказа, то есть слово старца, оно незыблемо. То есть человек на Кавказе не может закурить присутствие старца. Мы заходили в дома, и пока главный человек того дома не придет за стол, пока он не сядет, пока он не скажет, какому гостю где сидеть, никто не мог начинать трапезу. И поэтому здесь, когда вот восточное такое понимание, когда здесь сказано, что он явился двенадцати, можно сказать, патриархом, двенадцати апостолом, то есть это очень серьезное такое, очень важное свидетельство, которое говорит о том, что это незыблемое, точное, не какие-то галлюцинации, которые каждому независимо явились, но он явился всем двенадцати в одно время. Потом он явился более нежели пятистам братьев в одно время, из которых большая часть до ныне в живых, и некоторые почили. Хотите проверить это? Съезжайте, поговорите, все расскажут вам одно и то же, как это происходило, и что действительно Господь Иисус Христос умер и воскрес. Потом явился Иаков. А Иаков, фактически, брат Иисуса Христа, он фактически был неверующим человеком. Всю жизнь и служение Иисуса Христа он был в своей семье, но не принял его как Мессию. И поэтому, когда сказано, что Иисус явился своему, можно сказать, кровному брату, сыну Марии, нужно было вот это один на один. Вот так вот нужно было поставить Иакова на коленях, и мы знаем, что Иаков потом напишет книгу Иакова и будет самым главным человеком, который возглавит Иерусалимскую церковь. Иакову нужно было явиться как некоему такому неверующему человеку, члену семьи, для того, чтобы он по-настоящему имел тоже даже звание и апостола. К Иакову он явился. Также всем апостолам, то есть не просто двенадцать было апостолов, вы знаете, что апостолов было семьдесят. В некоторое время ученики были посланы подвое, помните, их было семьдесят. То есть намного большая группа апостолов была, чем просто двенадцать. Мы уже затронулись здесь, что двенадцать апостолов он явился, но еще он явился и семидесяти апостолов, потому что все, кто были учениками Господа Иисуса Христа, которые видели Его, которые свидетельствовали Его, как смерть и воскресенье назывались апостолами, помимо двенадцати ключевых. После всех явился и мне, как некоторому извергу. Вот слово русское здесь «изверг», посмотрим, что на английском. As one who was born out of due time. Выкидыш, извергнутый из утробы. Некоторый, который не вовремя родился. Я родился не в то время, чтобы быть с апостолами. Я родился не в правильное время, как изгой, как выкидыш. То есть по-настоящему там слово такое стоит, что не вовремя рожденным. Я наименьший из апостолов и не достоин называться апостолом. То есть апостол Павел здесь говорит о том, что он засвидетельствовал абсолютно всем, кто могли засвидетельствовать о нем. И двенадцати, и непосредственно конкретно людям, и Акову, и Петру, и семидесяти апостолов, и пятистам братьев, и в конце концов он явился даже и мне, который не достоин называться апостолом, потому что гнал церковь Божию. Но благодатью Божию я есмь то, что есмь. И благодать его во мне не была тщетна. Но я более всех потрудился. И тут же делать оговорку. Это не я, но благодать Божия, которая со мною. Это прекрасные стихи. Это прекрасные стихи для мотивации. Это прекрасный золотой стих для всей нашей жизни. Если кто-то достиг что-то в этой жизни, если Господь дал вам какой-то успех в образовании, или вы какую-то очень умную книгу напишите, всегда, всегда не берите за это себе кредит. Давайте это все Господу. В вас работает Господь. В вас работает его благодать. И поэтому апостол Павел здесь переводит прекрасный пример, что даже несмотря на то, что я написал большую часть Нового Завета, большую часть Новозаветных книг написана мною, и я много потрудился, и большее число церквей открыл, чем кто-либо из других апостолов. Но это не я, но благодать Божия во мне. Итак, я ли, они ли, 500 братьев, 70 апостолов, 12 конкретных апостолов, Кифа, Яков, неважно, я ли, они ли, мы проповедуем, так как вы уверовали, что Господь Иисус Христос умер и воскрес. Это глыба Евангелия. Это да и аминь. Здесь самый главный, фундаментальный, базисный фундамент всей нашей веры. Поэтому он строит эти кирпичики и говорит, это все было доказано, эти братья еще с нами живут. Идите, проверьте, это столпы веры. Иисус Христос явился, умер в теле и воскрес в теле для нашего оправдания. Переходим к 12 стиху. Он продолжает эту проповедь и говорит здесь так. Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то, как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых. Вот в чем проблема была в Коринфе. Они не отрицали, что Христос не воскрес. Они понимали, такая была проповедь. Но они задавали себе вопрос. Нам эти тела земные там, на небе, не нужны будут. Они были настолько привязаны к греческой философии, а греческая философия проникла не только этот город, но и всю Римскую империю. Тело – это зло, тело – это плохо, тело – это болезнь, тело нам дает боль, она нам там, на небе, не нужна. Там должно быть блаженство, говорили греки. Там моя душа переселяется. Поэтому они, живя в церкви, говоря о воскресении Иисуса Христа, даже не понимали, что они подмывают весь фундамент нашего христианства, что и мы в наших телах воскреснем для Господа Иисуса Христа. Вы верите, что мы, оказывается, в наших телах воскреснем? Или же вы только думаете, что наши души будут там обитать? Видите? Некоторые моменты мы так думаем, что, ну да, это будет что-то, нечто такое, но не осознаем, что наши тела должны иметь какую-то новую форму и будут воскрешены. Об этом говорит апостол Павел и в других местах, и здесь напоминает коринфянам. Но это никак не может войти в их сознание. А я хочу вам просто объяснить, почему. Вы знаете, как хоронят римляне своих римских граждан? Они их сжигают. И теперь каждый коринфианин, каждый римский гражданин, который понимает, что наше тело будет сожжено здесь на земле, как это тело будет воскрешено к жизни там? То есть мало того, что это философский вопрос, что тело плохо, тело боль, тело нам не нужно даже здесь на земле, мы еще сжигаем наши тела. Вы знаете, что римляне начинают хоронить только в первом веке, когда к концу первого века 10% римской империи становится христианской. И христиане говорят, мы не сжигаем. Это не библейский принцип, мы должны хоронить. Но мы находимся сейчас в Коринфе. Римляне сжигают римлян. Они их хоронят, они развеивают этот пепел, они развеивают этот прах. И вдруг маленькая коринфинская церковь, видя это все, как бы естественно точно так же с этими всеми процессами жизненными говорит, ну да, конечно же, эти наши тела, которые мы здесь сжигаем каждый день в Некраполисе, Некраполис, то есть город мертвых, туда приносят, там сжигают и там обратно дают вам урночку. Так вот откуда, наверное, и в этой стране есть кремация. То есть мы взяли абсолютно языческое, абсолютно то, что мы унаследовали абсолютно других. Это не христианские принципы, которые нам проповедуют со стороны Священного Писания. И у них была эта проблема, потому что они смотрели, как хоронят римляне, и они понимали, что из этого пепла, о каком мы говорим теле, как оно может быть воскресным. Ну, евреи, понятно, евреи хоронят своих, они прилагают косточки косточкам своих предков, и потом, возможно, как у Изекииля написано, что эти кости восстановятся, на них будет опять облазить кожа и мышцами, и вот оно будет восстановлено. Но мы сжигаем себе подобных в Римской империи. Как эти тела могут быть восстановлены? И вот это была их дилемма. Поэтому здесь Павел начинает издалека и говорит, если же проповедуются о Христе, что Он воскрес из мертвых, то, как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых. Получается, вы намекаете на то, что и Христос воскреснуть не мог. Если нет воскресения мертвых, то Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, у нас большие проблемы. И проповедь наша тщетна, первое. Вера наша тщетна, два. Потом мы бы оказались лжесвидетелями Богу, три. Потому что мы свидетельствовали о Боге, что Он воскресил Христа, которого Он не воскрешал. То есть и мертвые не воскресают. Ибо если мертвые не воскресают, то Христос не воскрес. Если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, И мы еще во грехах ваших четыре. Поэтому и умершие во Христе погибли пять. Пять причин. То есть вот эта неправильная теологическая формула, у нас есть куча проблем теперь с нашим христианством. И поэтому вы, коринфяне, так живете, и вы господствуете какими-то философскими принципами, и у вас проблемы в церкви, у вас грех на греху. Вы живете по-мерзки, потому что в вас проникла просто философия этого мира, а не философия по Христу. Не любовь к мудрости по Христу, а пришла к вам любовь к мудрости этого мира. Если мы в этой только жизни надеемся на Христа, мы несчастнее всех человеков. 14 стих, 19 стих высветите, пожалуйста. Мы же в 19. Если мы только в этой жизни надеемся на Христа, мы несчастнее всех человеков. Наша жизнь, настоящая со Христом, начинается за пределами, когда мы пересходим из этой жизни через препинание смерть в ту жизнь. Но в той жизни мы не будем бесформенными. В той жизни мы тоже будем иметь тела. Господь восстановит наши тела. Тела и о проблема. Проблема для коринфян. Проблема и сегодня для нашего понимания. Что это будут за тела? Буду я 20-летним красавчиком? Или я буду уже в 60-летнем, или, не дай Бог, в 90-летнем? Какие тела воскреснут? Мне нравится быть и молодым парнем, мне нравится быть папой, мне нравится быть дедушкой. И каждый из вас понимает, что в каждой своей жизненной фазе вы находите радость и благословение. И ваше тело, надеюсь, не является для вас большим обременением. Но в каком теле вы будете воскрешены? Это же правильный вопрос. И эти вопросы поднимают коринфян. Но перед тем, как мы к этому перейдем, Павел говорит, не надейтесь на Христа только в этой жизни. Наша жизнь здесь прямо пропорциональна тому, что будет там. Мы живем тем, что мы будем с Ним в вечности. И это откладывает на нас отпечаток жизни здесь на земле. Итак, 20 стих. «Христос воскрес из мертвых». И теперь он приводит вот эти прообразы Ветхого Завета, потому что половина церкви – это не только язычники, половина церкви – это и евреи, которые правильно понимают Ветхозаветное Писание. И он уже начинает прообразами говорить для них из Ветхого Завета. Он говорит, это первенец из умерших. Это как первые снопы. Вот вы помните, мы праздновали день Пасхи, и через 50 дней будет праздник первых снопов. Пятидесятница будет. И он как раз, скорее всего, что Павел пишет между вот этими двумя праздниками, и это у них на слуху. Они тоже будут праздновать праздник первых снопов. И он здесь им напоминает. Так вот представьте себе, воскресение Иисуса Христа – это как первые плоды для Бога Отца. Ибо, следующий стих 21, «как смерть через человека, так через человека и воскресение из мертвых. Как в Адаме, прообраз наш первый, все умирают». И он говорит Каренфианам, «Вы все умрете?» Все говорят, «Да». Как вы унаследовали это? Мы унаследовали это по нашей природе. Адамова природа передала нам смертность. Мы все грешны, из-за нашей грехи мы все умираем. Есть ли кто-то, кто возразит этому? Нет. И он говорит, «Так вот, как в Адаме мы унаследовали грешную природу, и все мы умрем, то Иисус Христос показывает нам другого прообраза. Как Он воскрес из мертвых, нам всем предстоит воскресение». Но нам это тяжело понять, потому что смерть мы видим каждый день. Мы хороним себе подобных. Будучи в Римской империи, будучи в Израиле или здесь, в Калифорнии, мы это понимаем, потому что мы с этим сталкиваемся. А вот воскресение – это нечто за пределами нашего понимания. Но он проводит пример. Вот как в Адаме мы согласны, что мы все умрем, так во Христе мы все оживаем. Каждый в своем порядке. Первенец – Христос, 23 стих. Потом Христовы – это мы в пришествии Его. А затем конец. То есть он рисует вот такие вот холмы. Вот Христос там, 30-й год. За Христом, Его пришествие – это другая гора. Он смотрит и рисует картину первой горы, и там виднеется вторая гора этого пришествия, и виднеется третья гора – это конец света. Он нарисовал картину, и кажется, что он говорит нам о каком-то конкретном историческом случае, но на самом деле он нам нарисовал картину, где первая гора – это Он, Его воскресение. За Ним долина церкви, в 2000 лет уже почти что прошло, и Его приход. Но за Его приходом еще долина тысячелетнего царства. Еще люди будут царствовать, еще здесь будет, еще много будет побед на этой земле, и потом Его окончательный приход. Потом открывается ад, потом туда будет брошен сатана, и дьявол его, и все, которые шли за ним. То есть очень много еще нам предстоит идти, и здесь Он рисует эту картину. Картина нам не полностью прорисована, но видны пики этих важных тем. И поэтому здесь Он говорит, первый Христос, потом Христовы в Его воскресении, в Его пришествии, затем конец, когда Он предаст царство Богу Отцу, тогда упразднит всякое начальство, и всякую власть, и всякую силу. Представляете себе, будет время, когда никто не сможет Ему противостоять. Все силы, вся власть, все, что на этой земле противится сейчас Богу, Духу Святому, все будет покорено Богу. Написано будет, Он не зложит врагов под ноги свои. Раньше монархи восседали на престоле, и когда генералы, и когда враги подходили к нему, вот генерал, захваченный в плен, он склонялся и клал свою голову у подножия трона царя, и царь мог иметь право наступить на Его шею, на Его выю, Его раздавить или дать Ему жизнь. И вот это был своего рода такой поклон. Вот эти враги, придя перед монархом, победившим их, они склонялись у ног Его. Вот это тот же самый прообраз, который был точно понят абсолютно для всех. Всякий враг, все, кто хулили его, все, кто надругались над ним, в конечном итоге будет повержен. И последний враг, который истребится, это будет смерть. Поэтому Он все покорил под ноги Его. Когда же сказано, что все покорено, то ясно, что кроме того, который покорил Ему все. Когда же все покорится Ему, то сам Сын покорится, покорившему Его. Да будет Бог все во всем. То есть на каком-то этапе сейчас Иисус Христос, можно сказать, умолился ради нас, для того, чтобы искупить нас, для того, чтобы завершить свою миссию. Но когда миссия будет завершена, когда мы полностью будем освящены, когда мы унаследуем то, к чему мы призваны, когда эта земля будет очищена, тогда сам Христос покорится Богу, и Бог будет все во всем. Миссия будет полностью завершена. Мы заканчиваем 29 стих. Иначе, что делают крестящиеся для мертвых? Опа! Если мертвые совсем не воскресают, то для чего крестятся для мертвых? Это очень сложный текст, и оказывается, на этот текст есть 200 определений. Крещение для мертвых. Вы что-то слышали об этом? Кто-то из вас когда-то крестился за мертвого человека? Нет. Это не христианская догма, это не христианский ритуал, и я хочу, чтобы вы увидели здесь самые главные основные мысли. Что делают крестящиеся для мертвых? То есть Павел не отождествляет себя с ними. Он не говорит, что и я тоже крестился для мертвых. Он говорит, они крестятся для мертвых. Мертвые, если совсем не воскрешают, то зачем они проходят вот этот ритуал крещения для мертвых? Вы знаете, что мне кажется, что происходило? Это я не вычитал, но я вот так вот просто предположил. Скорее всего, что в Коринфе и вот в этих ближайших городах у них очень было много массовых вот таких вот разных действий, связанных что-то с оккультизмом, где-то что-то связано с еврейскими вот этими окунаниями, где-то было что-то связано чисто с греческой философией. И вот точно так же, как мы сегодня празднуем Рождество Иисуса Христа. Это правильная дата? Скорее всего, нет. Правильно ли нам дарить друг другу подарки в этот день? Нет. Мы дарим подарки. И представляете себе, спустя какое-то тысяча лет, тысячелетнего царства, когда никто не будет праздновать Рождество Христово, но кто-то поднимет какие-то воспоминания какого-то дорогого брата в 20 веке, который рассказывает о празднике Рождества Христова, где все мы в неправильный день дарим друг другу подарки, потому что Христос когда-то стал великим подарком для нас. Мы все это осознаем, что это как бы неправильно, дата неправильно, дарить друг другу подарки неправильно, но Христос величайший подарок, а мы это используем, и делаем спектакль, и говорим детям об этом, что является самым великим подарком. Я думаю, что что-то подобное было в той церкви, где важность крещения была, но это абсолютно какое-то было мирское оминовение. И, кстати, историки говорят, что рядом с Коринфян приезжал и Цицерон, и другие политики, и они делали вот такие вот оминовения за будущую их жизнь там, на вечных там обителях. То есть, какой-то был обряд, который они знали, но который для нас абсолютно вычеркнут из Священного Писания. И здесь он говорит, вот эти крестящиеся для мертвых, которых вы видите вот в порту, собираются, и они переживают за свое будущее, и они крестятся для мертвых. Зачем они это делают? Они делают это потому, что они ожидают какую-то вечную жизнь. То есть, он это привер как пример, не потому, что это какой-то был древний акт или таинство церкви, в котором мы что-то упустили. Нет, это не христианское, и Павел не отождествляется с ними, а просто говорит, вот эти крестящиеся для мертвых, для чего они это делают? А теперь он говорит о себе. Так а для чего мы ежечасно, следующий стих, подвергаемся бедствиям? Почему мы на этой земле терпим столько страданий? Я каждый день умираю, свидетельствуюсь с том, похвалую вашу и братью, которую я имею во Христе Иисусе, Господе нашим. По рассуждению человеческому сейчас буду с вами говорить. Когда я боролся со зверями в Эфесе, какая мне была польза, если мертвые не воскресают? Если нету жизни вечной, зачем я утруждался, и я за веру, меня бросали к этим зверям? Тогда можно просто привести пример вашего греческого поэта. Станем пить, Эпикур, станем есть, ибо завтра умрем. Он цитирует неверующего поэта, как если бы сегодня мы процитировали Пушкина или Лермонтова сегодня. И следующая цитата, он говорит, не обманывайтесь, худые сообщества разращают добрые нравы. Опять из древних их поэтов греческих он им привозит фразы. Почему он это делает? Потому что он в самом начале сказал, я вам сейчас по человеческому рассуждению объясню, используя вот эти крылатые фразы в выражении ваших поэтов. Станем есть и пить, ибо завтра умрем. Это один вариант. Другое вам напоминают. Ваши же рассказывают вам, не обманывайтесь, худые сообщества разращают добрые нравы. Если вы будете жить с теми людьми, которые будут проповедовать, что есть и пить надо сегодня, потому что мы завтра умрем, то это разложит вас изнутри. Отрезвитесь, 34 стих, как должно, не грешите, ибо к стыду вашему говорю, некоторые из вас не знают Бога. В церковь прокралась вот эта религиозность, в церковь прокралась эта философия, в церковь прокралась то, что абсолютно не красило их, как церковь. И он это все ставит на замечание и говорит, помните, Господь умер, Господь воскрес, Он является первенцем, Он является прообразом, и поэтому знайте, что и мы будем иметь воскресение. 35 стих, кто-то скажет из вас, как воскреснут мертвые, в каком теле они придут, 36 стих, безрассудный ты человек, ты сеешь, что ты сеешь, не оживет, если не умрет. Когда ты сеешь зерно, когда ты сеешь желудь, из этого желудя вдруг прорастет дуб, из этого желудя не произрастет рыба, из этого желудя не произрастет черепашка, из этого желудя родится дуб. Но у желудя с дубом абсолютно разные формы, абсолютно разная красота, но ДНК одно. Из желудя дуба вырастет только дуб. Из икринки, из личинки рыбы вырастет только рыба. И он как бы здесь приводит вот этот пример, что да, наше временно человеческое тело, оно-то здесь умрет, но оно имеет ДНК для небесного тела. Мы будем иметь тела, потому что мы рождены с телом, и мы должны иметь тело для того, чтобы быть живой душой, а не просто витать в облаках, как души. И поэтому я заканчиваю, просто прочитаю его доводы. Безрассудный ты человек, что ты сеешь, не оживет, если не умрет. И когда ты сеешь, то сеешь тело будущее, не тело будущее, а голое зерно. Какое случится? Пшеничное или другое какое? Но Бог дает ему тело, как хочет, каждому семени свое тело. Не всякая плоть есть та же плоть, но иная плоть у человеков, иная плоть у скотов, иная плоть у рыб, иная плоть у птиц. Есть тела небесные, есть тела земные. Но иная слава у небесных, и иная слава у земных. Иная слава у солнца, иная слава у луны, иная слава у звезд, И звезда от звезды еще и разнится в славе. Так и при воскресении мертвых сеется в тлении, мы умираем, наши тела хоронят, но мы восстаем в нетлении. Сеется в уничижении, а мы восстаем во славе. Сеется в немощи, восстает в силе. Сеется душевное, мы души живые, мы не просто плоть. Поэтому сказано, сеем душевное, вот сегодня земное, а восстает духовное. Есть тело душевное, мы сейчас, есть тела и духовные. Так и написано, первый человек Адам был душой живую, а последний есть дух животворящий, но не духовное прежде, а душевное, а потом духовное. Первый человек из земли перстный, второй человек Господь с неба. Какой перстный, таковы перстные, мы все из праха, в прах мы возвращаемся. Но каков наш небесный, и он показал нам прообраз, таковы же будем и мы, когда мы попадем на небо. Будем иметь такие тела, которые показал нам воскресший Иисус Христос. И как мы носили образ перстного, Адама, так же мы будем носить и образ небесного. Скажу вам, братья, плоть и кровь наша не могут наследовать Царство Божие. И тление не наследует нетление. Но говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, можно добавить, для церкви. Ибо вострубит и мертвый воскреснут нетленными, и мы изменимся. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетлении, и смертному сему облечься в бессмертие. Когда же тленное сию облечется в нетленное, и смертное облечется в бессмертие, тогда сбудется слово, поглощена смерть победою. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Благодарение Богу, даровавшего нам победу Господом нашим Иисусом Христом. Итак, братья мои возлюблены, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что ваш труд не тщетен перед Господом. Это была проповедь апостола Павла из 1 Коринфяна, 15 глава для Коринфянской церкви. Помолимся. Отец Небесный, мы благодарны Тебе, что сегодня мы можем, как церковь Твоя, быть собраны под покров этого молитвенного дома. Благодарны Тебе, что имеем Священное Писание. Благодарны Тебе за апостола Павла, который еще раз объяснил прообразы небесного и земного. Благодарим Тебя, что мы имеем жизнь вечную в Иисусе Христе, первенцы, которые показал нам, что Он пришел на эту землю, искупил нас от грехов наших и воскрес из мертвых, указывая на то, что и мы в воскресенье будем иметь такие же прославленные тела и будем обитать с Тобой, и будет великая радость от того, что мы будем пребывать в вечном общении с нашим Спасителем и Богом. Но пока мы живем на этой земле, помоги нам подвязаться Евангелием и этими фундаментальными принципами того, что нам нужно свидетельствовать, нам нужно говорить о Тебе, чтобы Ты мог привлечь к себе как можно больше еще Твоих сыновей и дочерей для Царствия Твоего. А всякое начальство, всякое зло, которое Тебе противится, мы знаем, когда придет этому всему конец, и все будет сражено и сложено у ног Твоих. За это мы Тебя благодарим, что Ты держишь все под контролем и держишь наши жизни под контролем Своим. Благослови нас, нашу Церковь, наши семьи во имя Иисуса Христа. Аминь. Дорогие друзья, вы знаете, я слушал проповедь апостола Павла и как ее брат Артур передавал, наш пастор. И меня, я еще одна, как бы мои мысли, знаете, куда перенеслись, то, что мы сегодня празднуем праздник смерти. Но в то же самое время мы празднуем праздник жизни. Почему вопрос жизни и смерти всегда идет рука об руку? Потому что невозможно воскреснуть, знаете, почему? Если бы не произойдет прежде, что? Смерть. Но как можно воскреснуть живому человеку? Поэтому, когда апостол Павел делится или напоминает Евангелие, он говорит, что Иисус Христос умер по Писанию, дальше. Погребен был по Писанию, дальше. И воскрес третий день по Писанию. Вот сегодня мы с вами слушали что? Писание. И согласно Писанию, в чем нас убеждает апостол Павел? Что точно так же, как умер Христос, мы умрем. И точно так же, как Христос воскрес, мы воскреснем. Аллилуйя. Слава Богу. Вот. И я так думаю. Слава Иисусу Христу. Сейчас мы приходим к нашему Богу, который жив, который ходатайствует за нас, который одесну и Господа Бога. И мы приходим к Нему в молитве. Это то, что Он оставил нам. Это особая привилегия. Это уникальная возможность, которую имеют только дети Божьи. Приходить со своими нуждами, со своими радостями, со своими печалями, со всем, что лежит у них на сердце, Господу Иисусу Христу в молитве. Потому что Он жив, и потому что Он слышит. И потому что Он может, как никто другой, нам помочь. Мы молимся об исцелении. То есть мы молимся о тех братьях и сестрах наших, которые имеют недуги разного рода. А Данике Шаруке. А Даник, приветствуем тебя. Я думаю, ты смотришь нас. А Бамали и Гринь. А Владике Мироне. А Келвине, Деби, А Дороти. А Яне Юхемец. А Серафиме Цуркан. О Василии и Аси Алиевских. Об Ольге Владимировне Аветисовой. Нины Кожич. Саши Кондор. Александр Сойбельмин. О окончательном восстановлении здоровья и реабилитации. Белы Калевайка. Ирины Еремчука. Об Авенире и Давиде. О Елене, которая является мамой Жени Ильихотиной. О Лене Бурдейной. О дяде Илюше Завастица. Мы молимся о спасении. Вот как раз для того, чтобы человек стал получателем благодати. Для того, чтобы человек стал соучастником этой благодати. Ему нужно пережить рождение свыше. Поэтому мы молимся с вами об Игоре и его семье. О Вадиме и его семье. О Славе. О его высвобождении от зависимости. Мы молимся об Израиле. Андрея, Артеме, Роме, Никите. Молимся о братье Владимире и его сыновьях. О Владике, который нуждается в освобождении. Мы молимся о помощи и благословении семьи Гриневич, семьи Горбань. Мы молимся также о стране Израиль. Также мне пришла вот здесь тоже записочка, где просят поздравить с днем рождения Эмили Водопьянову. Она здесь есть сегодня здесь? Эмили, ты есть здесь? Нет? Ну, Эмили, если ты нас видишь, мы... А, нас тут? Вот, пожалуйста, братья и сестры, посмотрите. И обязательно подойдите ее поздравьте после. Это замечательная дата. Спасибо, Эмили, садись. Господь, чтобы благословил ее всеми дарами неба и земли, и чтобы она была благословением для своих родителей и для нашей церкви. Дети, это прекрасно. И когда мы можем вместе с ними радоваться об очередном году жизни, это тоже замечательно. Еще есть какие-то просьбы, нужды? Да. 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 Спасибо. Аллилуйя. Я знаю, что многие слушают через интернет, вы не слышали, сестра Ирина Шарук, она пригласила всех нас как церковь поблагодарить. А, еще, да, я извиняюсь. Угу. Слава. Благодарю. Я повторю, что вы, кто смотрит нас по сети интернет, вам не слышно, Ирина Шарук благодарила нас и утверждала тот факт, что наши молитвы не тщетны пред Господом. И вот о Данике Шаруке, я думаю, кто его, если не знаете, он был в очень-очень-очень серьезной аварии. И тот факт, что он вообще остался жив, это милость Божья. И вот ему уже сняли трахеостомию, поэтому он дышит нормально и теперь уже, как все мы с вами, дышим без вот этих дополнительных приспособлений. Также сестра Аня Юхимец, которую я сейчас, или Пенькова, я думаю, она девичья, да, фамилия Пенькова, да. То есть Ирина имела с ней разговор несколько недель тому назад, что, и она сказала, что на сегодняшний момент она, ее рак отступил. Да, она в ремиссии находится. Понятно, что, как бы, некоторые еще моменты по вопросам здоровья остались, уже больше реабилитации, но, как бы, опасность для жизни уже, как бы, миновала. И это, я думаю, очередное такое ободрение для нас, чтобы, когда мы пойдем в наши домы, на протяжении недели мы имели вот этих братьев, сестер на замечании, в самом прекрасном смысле этого слова, чтобы мы вместе поддерживали руки друг друга и тем самым исполнили закон Христов, тоже говорит апостол Павел. И еще какие-то есть нужды, просьбы, благодарности? Тогда я приглашаю нас всех встать, мы помолимся. Господь Иисус, я прихожу к Тебе, я благодарю Тебя, что Ты Бог живой. Ты Бог, который слышишь нас. Ты Бог, который оставил Слово Твое, оставил Писание, и это Писание, оно исполняется. Мы тому свидетелями являемся в наших собственных жизнях, даже в том, что когда-то где-то каждого на своем месте Ты нашел, Ты обратил, Ты подарил вот эту веру спасающую, Ты подарил, и Ты продолжаешь утверждать нас вере. Господь, мы благодарны Тебе за то, что мы имеем то, чего они имеют огромное количество людей на этой земле. Мы имеем ходатай, мы имеем того защитника, которому мы можем прийти, который может нас утешить, который может нас ободрить, который готов всегда уделить нам время, который готов всегда помочь нам в наших житейских и духовных вопросах. Господи, мы благодарим Тебя за то, что Ты призывал, призываешь и будешь призывать, доколе есть время, чтобы к Тебе пришли все труждающиеся, обремененные, потому что Ты обещаешь даровать покой и мир душей, Ты даешь его, и Ты посылаешь и физические исцеления, Ты посылаешь и духовные исцеления. Ты, Господи, слышишь нас. Мы приносим братьев и сестер на руках молитвы, эти имена были озвучены, тех, которые болеют. Мы благодарим Тебя за то, что Даник себя чувствует лучше, за сестру Ани Ехимец также благодарим, и то, что ей стало легче. Благодарим Тебя, Господь, даже за тех, кого Ты отзываешь к себе, потому что это тоже по Писанию, и не только в этой жизни мы надеемся на Тебя, но, и что не менее важно, и, наверное, намного более важно в жизни будущей, потому что той жизни не будет конца. Здесь мы до времени, здесь как бы грех, здесь болезни, скорби, страдания, но все это временно. А вот то, что где не будет болезни, где не будет боли, где не будет скорби, это вечно. И благослови, поэтому, Господь, нас не ослабевать в вере, не унывать, не опускать руки, а лучше чаще склонять свои колени перед Тобой в молитве, потому что, как мы даже вот на наших самых близких примерах, на людей, которых мы постоянно приносим на руках молитвы, мы видим, как Ты действуешь, и как Ты даешь и исцеление, как Ты даешь и облегчение, и силы перенести, и все преодолев устоять. Мы молим Тебя за тех, которые нуждаются в спасении, за тех, которые охладели, за молодых, за среднего возраста, старшего поколения, те, которые сегодня не имеют мир с Тобой по той или иной причине. Прикоснись с ним, Господи. Благослови нас, как церковь, где мы можем им помочь, что мы можем для них сделать, иметь вот такую способность и чувство, которое Ты вдохновляешь Духом Святым, чтобы помочь ему видеть свет благодати Христовой. Мы молим Тебя о помощи и благословении для семьи Гриневич, семьи Горбань. Молим Тебя об Израиле, о народе Твоем, о защите для Него, о покаянии для Него, чтобы пелена, вот эта завеса Моисеева покрывала, она была снята с их глаз, чтобы они увидели и пережили своего Мессию, который пришел для них, во-первых, а потом уже для всех остальных. Молим Тебя за Эмили, благодарим Тебя за то, что Ты подарил ей жизнь, подарил ей родителей, за то, что она сегодня здесь, в Доме молитвы, в Доме Божьем. И молим Твое благословение, да, и благослови ее развитие, ее, Господи, рост благослови, чтобы она росла и развивалась физически и также духовно, потому что тело, оно рано или поздно уйдет в землю, а вот душе предстоит вечное воздаяние, поэтому благослови ее, ее родителей, ее сердце, чтобы оно всегда было преисполнено страхом Господним и мудростью Небесной. Благодарим Тебя и за нас, как Церковь, за что Ты даешь нам эту возможность сегодня собраться, сегодня молиться, сегодня участвовать в заповеди Твоей. Помоги, чтобы сердца наши были чистые и святые, и чтобы мы ели и пили не в осуждение, но в оправдание. А если что-то там есть, то во имя Иисуса Христа прости, омой, очисти, освети, чтобы, Господи, участвовать в трапезе Твоей себе в благословение, но не наоборот. И благослови, чтобы голос Духа Твоего Святого не умолкал, никогда не дал нам смириться с грехом, но наоборот обличал и увещевал нас и приводил нас к покаянию, очищению и исправлению. Во имя Господа нашего Иисуса Христа мы просим, аминь. Присаживаемся. Сейчас у нас тоже возможность и прекрасная возможность дать наши финансы, проявить нашу любовь на деле для расширения Царства Господня, для того, чтобы мы имели вот такие комфортные условия. Все это, естественно, стоит финансов. Поэтому, братья и сестры, только одно единственное условие на нас налагает Священное Писание. Если даете, давайте с добрым сердцем, от души до щедро. Если этого нет, то можете воздержаться, оно вам пользы не принесет. Поэтому благослови на себе Господь. Я приглашаю группу, она будет петь, а мы в это время будем участвовать. А после этого несколько братьев и сестер также прославят Господа. Ниже я рассвет пасмурного дня, Год на долгов у Бога идет. Грешниками Он мучен и казнен, Поднят на древо Он. В этом силах креста жертвой стал, Он за нас взял вину, В гнев понес таю, Прощенный у креста. Вижу я с тобой на Твоем лице Знак скорбной тяжести греха, Вся нечистота, Вся нечистота, Все людское зло, Вот что Он принял там. В этом силах креста, Жертвой стал, Жертвой стал, Он за нас взял вину, Гнев понес таю, Гнев понес таю, Прощенный у креста. Свет дневной бежит, И земля дрожит, Спаситель голову склонил, Занавес открыл, Мертвых воскресил, Мертвых воскресил, Свершилось возгласил, В этом силах креста, Жертвой стал, Он за нас взял вину, Гнев понес таю, Прощенный у креста. В ранок нам видны наши имена, Смертью Его свободны мы. Смерть побеждена, Жизнь нам вручена, Вот все любовь Его, В этом сила креста, Принял смерть за меня, О любовь, О сына знаю, Прощенный у креста. Одна лишь истина на свете есть, Один лишь только в мире светит свет, Хотим мы это слышать или нет, Но тьма объезжит, Когда приходит свет, Придет тот день, Но только не для всех, И сердцем чистые узрят Его, Он грядет, Тьма умрет навсегда. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Всегда. Человек посмотри вокруг, Мир возле тьма объяло все. Неужели ты хочешь, мух? Он грядет, поспеши к нему. Одна лишь истина на свете есть, Один лишь только в мире светит все. Хотим мы это слышать или нет, Но тьма бежит, когда приходит свет. Придет тот день, но только не для всех, И сердцем чистым, и узрят его. Он грядет, тьма умрет навсегда. Он грядет, чтоб судить народ, Ты тогда пристанешь пред Христу. К тебе прозвучит вопрос, Сможешь ли дать за все отчет? Одна лишь истина на свете есть, Один лишь только в мире светит свет. Хотим мы это слышать или нет, Но тьма бежит, когда приходит свет. Придет тот день, но только не для всех, И сердцем чистым, и узрят его. Он грядет, тьма умрет навсегда. Одна лишь истина на свете есть, Один лишь только в мире светит свет. Хотим мы это слышать или нет, Но тьма бежит, когда приходит свет. Придет тот день, но только не для всех, И сердцем чистым, и узрят его. Он грядет, тьма умрет навсегда. Навсегда. Слава Богу. Субтитры создавал DimaTorzok Доброе утро всем. Приветствую церковь вас в это утро. И хочу напомнить Евангелие. Как же оно начиналось? Об Иисусе сказано так. И пришел в Назарет, где был воспитан, И вошел по обыкновению своему В день субботний в синагогу, И встал читать. Дух Господен на мне. Ибо Он помазал меня благоветствовать нищим, И послал меня исцелять сокрушенных сердцем, Проповедовать пленным освобождение, Слепым прозрение, Отпустить измученных на свободу. Проповедовать лето Господне благоприятно. И Он начал говорить им, Ныне исполнилось Писание сие, Слышанное вами. Дорогие мои, в это утро Писание нам напоминает о том, Задолго, еще до пришествия Иисуса Христа, Многовековой дали, Было возвещено о нем следующее. Он взял на себя наши немощи, Это то, что мы будем с вами вспоминять, И понес наши болезни. Наказание мира нашего было на нем, И ранами его мы исцелились. Аминь. Об этом будет моя песня. Субтитры создавал DimaTorzok Город украдкой, скрываясь от взглядов Пристальных горожан, Шел прокаженный, закутавшись в плод, Сердце не плился в лад. Кто-то сказал, на прошлой неделе В город пришел Иисус, Он называет себя Мессией, Гонит болезни прочь. Опасность грозит, если люди узнают, Будет камнями побит. Древний закон ему запрещает, Город проказу вносить. Но и во рву среди прохоженных Больше не в силах нести, Единственный шанс получить исцеление Иисуса Мессию найти. О, Мессия, О, Мессия, О, Мессия, помоги. О, Мессия, О, Мессия, О, Мессия, помоги. Вот, наконец, впереди оживление Шум многолюдной толпы. Последний рывок пропустите к Иисусу, Мне нужно Иисуса найти. Сброшен халат, протянуты руки, Слышится сдавленный крик. Если ты хочешь, Святой Мессия, Можешь меня исцелить. О, Мессия, О, Мессия, О, Мессия, Помоги. О, Мессия, О, Мессия, О, Мессия, Помоги. Вздрогнули люди, увидев проказу, Смело три шага назад. Тянутся руки к острым каменьям, Люди не могут прощать. Только Иисус шаг вперед и с любовью Нежно коснулся лица. Пусть тебя, сын мой, Увидят здоровым, Я исцеляю тебя. О, Мессия, О, Мессия, О, Мессия, Ты поможешь. О, Мессия, О, Мессия, Ты, Мессия, Ты мой Бог. О, Мессия, О, Мессия, Ты, Мессия, Ты мой Бог. Слава Богу. Мир вам, братья и сестры. Как приятно называть вас, братьями и сестрами. Надеюсь, по впечатлениям вчерашней нашей общения, нашей встречи. И думаю, какая привилегия жить в семье Божьих детей, правда? Какая привилегия? И вы знаете, есть два Отца на земле. Отец наш Небесный и Отец Дьявол. И Христос сказал, помните, вы дети Дьявола. Знаете, нет бездомных детей. Есть только два Отца. И кому мы служим, в той семье мы и живем. Ну, друзья мои, знаете, я так сегодня ночью лежал и думал о том, как наш Господь любит, как Он хочет, чтобы мы возрастали. Вот сегодня мы уже много об этом слышали. И вчера мне понравилось, когда брат Петр Михайлович говорил о дисциплине. И я, вы знаете, сегодня утром встал, и у нас сейчас ночует нычок, самый младший. Ему всего восемь месяцев. Но он уже начинает ползать. И вы знаете, какая ответственность теперь у нас, чтобы Он что-либо не свалил на себя, что-либо не наделал, не причинил себе вред. Поэтому, когда Он к нам приходит, я все убираю, цветы выношу, столы, стулья, чтобы Он теперь не прокинул. Вот так и Господь с нами, знаете, Он хочет, чтобы мы не получили травм. Он хочет, чтобы мы возрастали. Но бывает так, когда мы возрастаем немножко, да, мы говорим, я сам. Знаете, такое в моей жизни было. Помню, отец работал, я подошел, и вот я вмешался, все время хотел тоже что-то делать. Он говорит, вот, сынок, тебе молоток, и вот тебе гвозди, и вот тебе доска. И ты будешь сейчас учиться сбивать гвозди. И Он начал мне учить, как молоток держать. Но, знаете, мне не хотелось Его слушать. Я говорю, папа, я сам, я все знаю и все умею. Мне было лет пять, наверное. И первый уже дар по пальцу пришелся. Я понял, что надо с Нимой учиться. Господь хочет, чтобы мы учились. И это очень важно. И должна быть дисциплина во всем. И сегодня я хочу вспомнить почему-то притчу. Может быть, я ее рассказывал. Приказу карандашных дел мастер сделал прекрасный, красивый карандаш. И перед тем, как его выпустить на свободу, он ему сказал несколько слов запутственных. Он говорит, я тебя сделал очень красивым. Но ты должен знать, что твое предназначение оставлять след. И несмотря на то, что ты красивый, самое важное твое естество – это внутри тебя. И доверься в руки мастера, который будет держать тебя в своих руках. Он тебя будет оттачивать раз от раза. Он будет тебя затачивать. Может быть, будет неприятно, больно. Но ты доверься мастеру, потому что ты должен оставить след после себя. И хочу тебе еще сказать, что когда закончится твое естество, тебя он и выбросит. Но ты оставишь след. Доверься мастеру. Доверься в руки нашего мастера Господа. «Размышляя о вечности». Хочется мне сегодня сыграть. И знаете, это произведение я называл так, потому что я часто слушал, когда было очень много у меня размышлений о вечности. И я хотел бы сегодня вам его исполнить. «Размышляя о вечности». «Размышляя о вечности». «Размышляя о вечности». «Размышляя о вечности». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Нас искупил, кровью обрил. Благодарим за новый и злобей, Что вместе, как хлеб, мы тело Твое, Что Сына Отец за нас Ты отдал, Погнал, соправдал, Жизнь вечную дам. Дорогие друзья, наше собрание подошло к концу. Буквально несколько объявлений. В среду у нас продолжается библейский час, библейский разбор здесь, в главном здании. И поэтому всех приглашаем. Мы начали разбирать откровения. Я знаю, что книга такая интересная, много вызывает споров, толков. И как бы, но Господь нам оставил ее. И мы должны, как бы, тоже осторожно, но и для себя иметь определенное понимание как бы последних дней, и как вот это описано все в этой книге. Поэтому всех, кому интересует этот вопрос, пожалуйста, мы вас всех сердечно приглашаем. Пятницу молодежное служение. Всем, да? Тоже? Восемь вечера. Ага, вот, спасибо. Так что все, кто считает себя молодым, добро пожаловать. Не обязательно хронологически. Если вы в душе молоды, можете тоже посещать. Поверьте, молодежь вас примет распростертыми объятиями. Библейская школа в эту субботу, 12 июня, к нам приезжает из Санта-Барбары Сергей Тарасенко. Он будет преподавать. Он, это было в прошлом месяце, уже он делал это через Zoom. А в этот раз он именно будет здесь, он прилетит. И это мой хороший друг. Я у него был в прошлое воскресенье в гостях. У него был день рождения. И семейная церковь города Карпентарии, которая недалеко там от Санта-Барбары, она всем нам передавала сердечный привет. Поэтому, особенно те, кто задействован в любом, в какого-то разного рода служении, с детьми или с этим, или в проповеди, в других каких-то служениях, пожалуйста, приходите, вы не пожалеете. На самом деле, очень благословенный человек и замечательный учитель. Можете очень доходчиво объяснять сложнейшие истины священного писания. Поэтому, если у вас получится, целый день с 9 часов и до 5 примерно. Да, где-то так. В субботу. Да, с 9 до 5 весь день здесь. И братья сказали, что если вы в силу каких-то обстоятельств не можете присутствовать здесь физически, то вы можете зайти на веб-сайт, будет трансляция, ну как бы live, и вы можете присоединиться. Также он будет с нами и в воскресенье проповедовать на нашем собрании. Игорь Габурич передает всем привет, просит, чтобы мы молились о тракистах. Также сердечная благодарность всем тем, кто вчера потрудился и сделал возможным замечательный такой праздник. Также благодарность Господу, что все прошло без всяких неприятных случаев, и все как бы было замечательно, красиво. Поэтому, с одной стороны, мы благодарим от души всех тех, кто сделал это возможным и предложил свое старание к этому. И также благодарим Господа за то, что мы могли этот праздник провести без всяких неприятных случаев. еще просьбу о какие-нибудь молитве, тогда помолимся. Всевышний наш Бог, я благодарю Тебя еще и еще раз. За то, что Ты милуешь, за то, что Ты взаймы даешь, за то, что Ты возлюбил этот мир, когда этот мир не был достоин Твоей любви. Прости, Господи, что часто мы поступаем так, за что мы любовь Твою явно не заслуживаем. Благослови нас, как детей Твоих, помнить, не забывать ту цену, которую платил Ты, чтобы подарить нам жизнь без греха, чтобы подарить нам жизнь, где грехи покрыты, чтобы подарить нам привилегию и право войти в Твое присутствие, и чтобы наши слова, когда мы говорим, что мы дети Божьи, когда мы утверждаем, что мы следуем за Тобой, и чтобы наши дела не свидетельствовали об обратном. Чтобы не было так, как Христос сказал, когда Ты, если Вы свет, Тебе тьма, то тогда же какая же тьма. Поэтому благослови наш, как Церковь, свет миру, быть светом, сиять и привлекать людей к Тебе, быть миротворцами, быть выдержанными, быть снисходительными, быть смиренными. В общем, обладать вот всем тем спектром качеств, которые обладал Ты и которые Ты призываешь нас обладать. Благослови наши планы на наступающую неделю. Брата Сергея, благослови его приезд сюда, чтобы это было по-настоящему добрым, таким братским общением. Это было благословением для нашей Церкви, для него самого, чтобы мы вместе укрепляли один другого и служили Тебе. Просим Тебя также за братьев-водителей, храни их на дорогах, за Игоря конкретно, и благослови его путь домой, и все бизнес. Поэтому мы знаем, Господи, как непросто это, находиться и в разлуке, и с семьей, и как бы всем этим заниматься. Но мы знаем то, что когда человек искренне ищет лица своего, ты благословляешь, и ты делаешь возможным, невозможным. Поэтому мы просим, чтобы наши братья, которые ездят, которые часто в отлучках, чтобы они находили время для общения с тобой, находили время для общения со своими женами, с детьми, чтобы враг не разрушал семьи, чтобы он не имел доступа, и чтобы по-настоящему они искали лица твоего и были благословены, как в своей работе, так и в своей духовной и семейной жизни. И благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь.